Стук топора на центральном рынке ГСТК раздается уже с 8 утра. К этому часу привозят свиные и говяжьи туши. Перед прилавком ветконтроль. В день осматривают порядка трех тонн мяса. Здоровое получает клеймо. Другое к прилавку не допускают. При осмотре ливера у меня оказался терроз печени. У туши взяли отбор проб мяса, сделали пробу варкой и получился вот такой вот бульончик у нас. Бульон имеет неприятный резкий запах и соответственно из-за печени получился вот такой бульон зеленого цвета. Такое мясо в свободную реализацию запрещено пускать. Свинину ветврачи еще и расщепляют буквально до волокон. Между них с помощью специального микроскопа ищут трихинеллы. Они смертельно опасны для человека. Это небольшая нематода. Опасны ее личинки, которые попадают в мышцы людей и вызывают реакцию аллергическую сильнейшую. У домашних животных в нашем регионе, слава богу, пока не встречается, пока у нас затишье. Так и будет, надеюсь. А в дикой природе иногда встречается. У барсуков, у медведей, у диких кабанов. Дичь ловцы должны проверить обязательно. Не лишним будет отдать на исследование и мед. Его проверят на тягучесть, консистенцию. Определят процент влажности. Немаловажный показатель. Если влажность превышает нормы, у нас сейчас до 21 норма, свыше 21, то есть 21,05, это уже не допускается к продаже мед. Потому что повышенная влажность. Он может забродить. Уже вкусовые качества и питательность меда нарушается. Покупать мед с рук не стоит, заверяют специалисты. Он может быть вреден, если добавили сахара, и опасен, если разбавлен водой. Ее недобросовестные производители, случается, берут из самых разных источников. На рынке ГСТК и фермерском доме их товаров не найти. В этих местах предлагают проверенные специалистами продукты. Анжелика Павлова, Михаил Величкин, программа Город.